Чешт! Витов шестких на моем канале, мои дродцы! Ну что, сегодня подискутируем на вчерашнее видео. Завалили меня комментариями. Ребята, скажу сразу, вы меня немножко не поняли. Я говорил в своем видео об отношении работодателя к своему работнику. И не важно, кто этот работник, не важно, где он работает, моет начиня, или подметает дворы, или работает где-то на линии, на заводе, или делает пиццу. Это не важно, не играет роли. А вы мне начали писать о том, что вот, свою фирму открой, потом посмотришь, как можно все это вести, этот бизнес в Европе, как это, мол, тяжело, и все в таком роде. Спрос рождает предложение. Я это все понимаю прекрасно. Но, понимаете, чем испытывать скотское отношение к себе, да, со стороны работодателя? Да я лучше буду носить одни штаны за весь год. Весь год буду носить одни штаны, одну вот в майку. Я не знаю, лучше буду без мобильного телефона. Но чем терпеть скотское отношение, чем допускать то, что работодатели используют людей в своих целях и используют их в плохом, в трактовании плохо, то есть плохое отношение, как к быдлу, как к рабам. Вот это я не приемлю. А вы меня немножко не поняли. Я говорю только об отношении. Я не говорю сейчас о бизнесе, я не говорю, как сложно, как тяжело, как в Индии работают там люди бедные, чтобы этот велосипед сделать. Кстати, велосипед на Шри-Ланке, а не в Бангладеше. Сделан мой велосипед на Шри-Ланке. И я понимаю, что они там тоже плохо, тяжело работают, что везде тяжело, что это все проклятые капиталисты, которые нас гнобят, нас эксплуатируют. Но подождите, но есть же примеры хорошие. Допустим, наш керовник, вот на нашем заводе у нас керовник, очень хороший керовник, и их там три таких основных, которые заведуют всем. А есть еще маленькие, которые именно на линиях. И вот сейчас я вам расскажу. Вот эти, которые заведуют нами, да, руссковыми, они очень хорошие, добрые люди. Вот особенно Мариуш, керовник Мариуш и Роберт тоже. Они очень положительные, они очень хорошие. Роберт вообще мне помог снять кавалерку. Он помог, всегда входит в свои проблемы, когда ты ему там говоришь, я хочу выходной, он всегда тебе его дает. Или когда ты говоришь, вот я хочу купить велосипед, он сразу раз задумался так, а какой ты хочешь, уже ванной или новый. А где, сразу задумался, где можно его купить, посоветовал там мне, куда нужно пойти и купить. То есть, понимаете, человеческое отношение, вот об этом я говорю. И то же самое есть керовники на линиях. Один керовник, там есть женщины, а есть мужчины. И вот женщина там есть такая, знаете, бегает постоянно все 8 часов на свою смену, как угорелая, бегает, кричит на всех, орет. Сумасш, как, знаете, зваревана. А керовник, парень есть, спокойный вообще. Это все зависит, я так понял, от людей. Вот он спокойный, что бы ни случилось, где-то палета упала, где-то линия остановилась, что-то там поломалось, он спокойно себе идет, говорит, сделайте там то, 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 улыбается всегда. То есть, можно же так? Можно. То есть, все зависит от человека. А вы мне говорите от того, что вот бизнес нужно, бизнес, это бизнес, это вот тяжело все, все держать. Да, я понимаю, что это все тяжело, но я говорю сейчас об отношении, и то, что работодатель, да, или эти керовники, или сам работодатель, презвезд, допустим, глава завода, или фабрики, или какого-то производства, если он будет орать на своих подчиненных, кричать на них, ругать, матюкаться, там, я не знаю, вести себя плохо, то от этого лучше не станет никому, ни ему, ни работникам. Я сам ощутил на себе эти стрессы, когда я работал в начале на этом заводе, когда на меня все кричали, и извините меня, ничего хорошего в этом нету, потому что, когда на тебя орут, кричат, ты едешь, ты не можешь понять, где, что, как, и так ты испытываешь стресс, а еще на тебя кричат, и так ты не успеваешь, линия идет, нужно быстро отвозить эту воду. Ты и так не успеваешь, а на тебя еще кричат, и вы представляете, керовник, который будет постоянно кричать на своего подчиненного, это ничего хорошего не будет, ничего. Наоборот, те поляки, которые помогали мне, которые говорили, Виктор, спокойнее, вшистко, бенже, добре, едь, по воле, роб, руб, все, вшистко, добре, и они, когда мне советовали что-то, делали, мне лучше было, я так быстрее выполнял работу, чем тот, который на меня орал, кричал, да, и я ничего не успевал, потому что у меня стресс, я еду, я и так весь напряженный, а еще они на меня кричат, и я ничего не успеваю, понимаете? Я об этом говорю, об хорошем отношении. И в той же Индии был случай, когда владелец завода, на него работало 2000 человек, 2000-цы особ, и он каждому человеку, каждому своему работнику подарил по автомобилю, по самоходу, маленькие там какие-то, малолитражки, недорогие, но он подарил. Вы представляете, какой стимул, какая стимуляция сразу у работников, что как о нас заботится, как наш презес, взял нам, подарил по автомобилю, и как там, какое уважение к нему после этого стало, как он уважает своих подчиненных, своих работников, и как они его стали уважать после этого, понимаете? То есть это все зависит от человека. Не надо приплетать здесь вот это бизнес, это работа, это тяжело, пшебьерцы, им очень тяжело, и так далее, и тому подобное. Это все я не отменяю, это все точно так же, да, оно есть, оно тяжело, оно в условиях рыночной экономики, очень тяжело, и в Польше, и везде, в любых странах. Но извините меня, я говорю не об этом, я говорю об отношении работодателя к своему работнику. Вот о чем я говорю. Можно кричать, ругаться, матюкать его там, материться и так далее, а можно же спокойно сказать, сказать, так, спокойно, сделай вот то, 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 то. Вот я вам привел пример. И керовник наш, и один, и второй, и третий. Прекрасно себя, прекрасно работает. А презес наш орет постоянно, он ходит постоянно, кричит на всех. На меня один раз вообще просто я попал под горячую руку, стоял просто и ждал, пока Палет подъедет. А он по-русски начал матюкать. Ну, не обзывать меня, а просто йо-йо-йо, и пошло. Потому что я стою, надо было там нажать на кнопку, что-то сделать. Я говорю, да это 30 секунд. Сейчас подъедет Палет, я его заберу, как, ну, это моя работа, я это знаю, и я где-то делаю. А он просто на кого-то там накричал, на работников, которые там что-то не сделали. Мастера именно, там линия какая-то поломалась, и что-то там, он на них кричал. И тут он идет, и увидел, что я просто сижу, ничего не делаю. И он на меня накричал. И пошел дальше. Я начал ему что-то объяснять, говорю, линия идет, не переживайте, сейчас я все возьму. А он раз, отвернулся, как бы, ну, понял, что он неадекватно на меня ругается, просто отвернулся и ушел. То есть, понимаете, да, что можно просто сказать, объяснить, я мог бы подойти, сказать, почему ты сидишь вот. Я бы ему объяснил, он бы все понял, все нормально. А он, там я сидел буквально, ну, может, 10, 20, 30 секунд, пока подойдет, ну, следующая палета, они подъезжают, я ее беру и отвожу. И тут он увидел, что я сижу и ничего не делаю. Кошмар. Прямо трагедия. Понимаете, вот это я говорил про это, про отношение работодателя к своему подчиненному. И еще один пример приведу. Почему в Швеции уже приходят к тому, чтобы работать по 6 часов в день? Почему? И 4 часа в неделю, ой, 4 дня в неделю. Вы представляете? То есть, они, знаете, к чему привели уже, насколько шведский социализм, насколько они уже поднялись, молодцы, как они развили свою страну, что они пришли к тому, что человеку лучше работать, они провели исследование и поняли, что работникам лучше, работать по 6 часов в день, и тогда они больше времени проводят дома, проводят с семьей, проводят там с женой, с детьми, с мужем и так далее. Себе уделяют время, больше спят, больше отдыхают, и тогда они лучше за эти 6 часов приходят на работу, и за эти 6 часов они лучше выкладываются, лучше работают. Вы представляете? И это, это, конечно, может быть не везде в Швеции, но они уже к этому приходят постепенно, вы представляете? К чему, как вообще страна развилась, что уже пришли к тому, что лучше работать вот так по 6 часов, но качественно, а полностью отдаваться хорошо, нормально, и голова лучше соображает, и стрессы не такие, и человек больше отдыхает дома, и он лучше сделает эту работу, чем он придет и 12 часов будет пахать там, и будет плохо делать ее, понимаете? И плюс еще 4 дня до четверга они работают, и все, пятница, суббота и неджеля у них невольные, представляете? Ну, может, это не везде в Швеции, но я читал так, что у них такое уже вводят, вводят такой, такой способ работы. Поэтому тут не говорите мне о том, что вот это бизнес, это жестокий капитализм и все в таком роде. Нет, ребятки, нет, все зависит от человеческого отношения. У меня тоже в Молдавии был бизнес, я торговал, 22 года я торговал, и я тоже, все зависит от отношения, даже к клиенту своему, да, вот клиенты там у меня что-то покупали, и если я к ним зло, так вот хожу, что-то там ответил, что-то ответил там, плохо, знаете, как плохо относился, человек посмотрел на меня, развернулся, он больше ко мне не подойдет, потому что я плохо к нему обратился. А нужно с позиции добра. А когда я спокойно начал уже улыбаться, мило разговаривать, все, хорошего, милого дня, там все обслуживать нормально, человеку нравится это, нравится. А если еще что-то подаришь, или дашь бесплатно, или уступишь, ну как бы, сделаешь дешевле товар, так он вообще рад, он к тебе еще придет, понимаете? И это залог процветания твоего бизнеса. Вот про это я вам говорил. А вы мне пишете, что вот, открой свою фирму, и тогда мы поговорим. Как это будет? Я вам говорю про отношения сейчас, не про экономику, не про то, что как, что работает, а про отношения к человеку, к работнику, к простому, понимаете? И смыварки тоже должны быть. Кто будет мыть посуду после вас, когда вы пойдете в ресторан, поедите, кто будет мыть посуду? Представьте, смыварок не будет. Нужно уважительно относиться к любому работнику, к тому, кто спшантает, к тому, кто подметает, заметач, заметая, к тому, кто смывает начиня. Ковшистским людям нужно относиться очень хорошо, по-доброму, потому что, кто будет вам трусы шить, кто будет вам делать эти мобильные телефоны, кто будет мыть посуду? Вы пришли в ресторан, поели, а на следующий день пришли, а вам дали грязную посуду, потому что смыварки нет, вы плохо относились к смыварке, она собралась и ушла домой и сказала, мой сам эту посуду. И что? А, в том-то и дело, что все люди должны быть, понимаете, не все могли выучиться, не все могли получить какое-то образование, и такие люди тоже нужны. И дворники нужны, которые будут подметать, и люди нужны, которые будут готовить ту же пиццу вам. Кто будет пиццы вам готовить, если все будут идти учиться, высшее образование получать и сидеть в офисах, да, а кто вам будет пиццу, а кто вам будет доставлять эту пиццу, а кто будет убирать, пыль вытирать, а кто будет полы вам мыть в этом офисе, понимаете? Вот про это я говорю, что нужно относиться ко всем людям по-доброму и уважительно, уважайте их. Вот и все. Самого простого человека, даже если он подметает пол, у тебя моет в офисе пол, уважай его, относись к нему с добром, возьми ему, подари какую-то шоколадку, он еще лучше будет этот пол быть, понимаете? Стимулировать нужно, а не обсирать. Вот о чем я говорю. Вот такие вот дела, ребятки. Поэтому думайте, думайте, о чем я, какую мысль я вам хотел донести, и используйте эту мысль тоже у вас на работе, у вас, где вы работаете. Относитесь уважительно ко всем людям, ко всем людям, ко всему, из любых специальностей, да, любых профессий, кто бы он ни был, копарщик обычный, я не знаю, смывак, спшантальщик, не знаю, тот, кто пиццу делает, тот, кто готовит вам, тот, кто на производстве делает воду, вот как я, не важно, любой человек, мы все люди на земле, понимаете? Кто-то смог выучиться, кто-то не смог. Но вы представьте, если бы все пошли учиться на высшее образование, и все бы сидели в офисах, да, а кто бы убирал бы, кто бы вам делал пиццу, кто бы вам чай производил бы, кто бы вам, я не знаю, там, любой товар, воду делал бы, сметану, мясо, кто бы упаковывал, и все остальное, кто бы это все делал? Кто на этих производствах, тысячи людей, тысячи украинцев, тысячи молдаван, тысячи белорусов, тысячи миллионы поляков работают на заводах и упаковывают этот хлеб, эти яблоки, этот мед и так далее, и все, чай, кофе, я не знаю, сметану, мясо, порувки, все, кто это все упаковывает, кто это все производит? Это все на производстве делают простые работяги, простые люди, поэтому нужно уважительно и по-доброму относиться ко всем, неважно, какой это человек. Вот об этом я хотел до вас донести, и про это я говорил, что когда работодатель плохо относится к человеку, когда он свои интересы ставит выше, чем интересы простого работника, вот это очень плохо, этот работник просто будет уходить, он не будет терпеть, он потерпит, потерпит, и уйдет. Вы знаете, у нас вот на заводе такая текучка, вы знаете, сколько у нас людей уходит? У нас постоянно кто-то уходит. Почему? Потому что скотское отношение. Ну, есть как бы, да, люди, кто терпит, приехали, виза у них полгода, они поработали и уехали, потерпят еще это. А есть люди, которые не терпят это, которые пришли, вот очень многие пришли и на вузы, и так, на спшантание, или на линии, приходят, поработали неделю, две, три, и увидели, что, блин, 12 часов в день надо работать, кричат на тебя, может как-то плохо относятся, и они не выдерживают, они говорят, зачем мне это надо, я пойду и другую работу найду, там, где ко мне будет уважительно и хорошо относиться. Вот и все, вот про это я говорил, про это. И не надо писать мне в комментариях, что ты ничего не знаешь про бизнес, я знаю, что такое бизнес, я 22 года в бизнесе, и не важно, это в Молдавии это, или в Польше, в Молдавии еще труднее бизнес держать, чем в Польше, поверьте мне, очень трудно, в условии, когда вокруг маленькая страна, людей мало, все бедные, ничего у тебя не покупают, очень трудно, это вам не Польша, в Польше намного легче торговать. Поэтому вот такие вот дела, и про ночные смены я говорил, что работодатель мог бы спокойно не делать эти ночные смены, зачем, чтобы люди отдыхали, потому что керовники, допустим, они не все по ночам работают, они спят, а почему? И тот же Презес, он спит? Он работает ночью? Нет, он спит. А почему он спит? Он хочет отдохнуть. А мы, простые люди, что не люди, мы не хотим поспать, мы не хотим отдохнуть, хотим. Вот, вот про это я говорю. Хорошее, доброе отношение к людям, и тогда мир изменится, увидите. И это производство, даже в две смены, если бы он ночные не поставил, даже в две смены люди бы выкладывались на полную катушку. Подними он зарплату всем, нормальную зарплату сделай, убери ночные смены, нормально относись, делай подарки какие-то. И знаете, как люди будут работать? В двудвоенной скорости, еще лучше будут работать. Потому что, когда на тебя орут, кричат, ругают, ты вообще не хочешь ничего работать. У тебя руки просто опускаются, и ты говоришь, да зачем мне это надо? Он на меня орет, кричит, что я дурак какой-то, или дебил. Я не буду качественно делать эту работу, я буду ее тяп-ляп делать. Вот и все, вот из-за этого я говорю. Ведь вы сами наверняка знаете, и из детства этого, когда мама на вас кричала в детстве, вам сильно хотелось там помыть, допустим, посуду? Или она когда говорила, зайчик, сделай, помой, пожалуйста, посуду. Я тебя за это очень люблю, я тебе дам конфетку. И ты шел, и мыл ее, потому что тебе было приятно, такое отношение. А если на тебя накричали бы, эй, ты, придурок, иди помой быстро посуду, сильно ты ее хотел мыть? Нет. Ты ее вообще так, тяп-ляп мыл, или вообще не мыл, убегал из дома. Вот о чем я говорю. Вот. Я надеюсь, я до вас донес эту мысль, ребятки. Вот так вот. Подумайте, просто подумайте над моими словами. Все. Всем пока. До видзения. Чешч. Забыл еще сказать один вам пример привести. Когда я искал работу, и думал, куда поехать, в Польшу или в Словакию, и читал одна девочка, у нее она тоже ведет свой канал, но она живет в Словакии. И она работает на кондитерской фабрике Милка. Милка, знаете все, шоколад Милка. И где делают, там кофе делают, шоколад, ну, короче, все сладости, соткощи. И в конце года, она даже год не проработала, она проработала где-то полгода. И перед Новым годом каждому работнику руководство подарило по большой коробке, вот такой вот огромной коробке, большая картонная коробка сладостей. Там было три банки кофе, вот таких больших, шоколадок, штук десять, наверное, конфеты, печенье. Короче, все-все-все вот это было. И она, вы представляете, какая была радость. И она вот это сняла и говорит, боже, так приятно. Руководство всем подарило, а там завод большой, там, я не знаю, там, может, 300 человек работает. И каждому подарила по коробке такой большой конфеты и шоколадки, и кофе. И она там говорит, ну, все, и мне этого даже много, отошлю домой, родным. И вы представляете, как это даже приятно, вот человеку, когда тебе что-то дарят, и ты потом с таким воодушевлением, что будешь еще лучше работать. Вот про это я говорю, ребята, что, ну, я не говорю, что прямо подарить подарки каждый день, ну, хотя бы раз в год подари подарки, каждый день относись нормально, по-доброму говори кому-то. Даже можно сказать две вещи, если ты что-то неправильно делаешь, можно накричать, да, сказать, эй, ты придурок, ты неправильно делаешь, как ты подъезжаешь, как ты берешь эту палету, да? А можно просто подъехать, сказать, там, Кшиштоф, ты неправильно, неправедливо берешь те палеты? Подъезжай так, раз, раз, показал, все сделал, все, человек поймет, лучше поймет, чем на него орать и кричать, понимаете? Вот о чем я говорю, подумайте, очень хорошо об этом подумайте. Все, всем пока, ребят, поводзения.